Приветствую вас и вы на канале Матхурика Китчен. Здесь все для вегетарианцев, как питаться правильно вегетарианской пищей и оставаться здоровым, но также вкусненько. Сегодня мы с вами продолжаем тело моего белка и мое обещанное смузи, которое способствует выводу паразитов из организма. Если вы два раза в неделю будете употреблять это смузи вашему желудку и кишечнику, вы поможете мягко вывести ненужных нам друзей, так можно сказать, что нам нужно. Конечно, наши тыквенные семечки. И мы сегодня из тыквенных семечек будем делать молоко. На основе этих молока из тыквенных семечек вы сможете сделать любое растительное молоко, овсяное, ореховое, потому что способ их одинаковый. Единственное, что мы просто заменяем. Но вот молоко из тыквенных семечек поможет именно нам в проблеме с нашими ненужными друзьями в наших животиках. Нам нужно будет тыква сама, чтобы сделать потом смузи. И по желанию вы можете использовать корицу или имбирь или куркуму. Это благоприятно, но если у вас есть непереносимость и вы не любите эти специи, то можете они класть. Также, если вы хотите, чтобы ваш смузи было сладенькое, используйте финик. Все, начинаем готовить. Что важно знать, чтобы это смузи и тыквенное молоко способствовало выводу глистов и паразитов из организма. Тыквенные семечки можно даже в кожуре и будет, может быть, и благоприятнее брать в кожуре. Они не должны быть жарены. Как это понять? У них должна быть как бы пленка зеленая, пленочка в семенах. Их важно замочить, потому что именно вот в этой пленочке, почему важно? В этой пленочке содержится эта аминокислота кукурбитин, которая считается токсином для глистов. Поэтому важно это соблюсти. То есть мы берем одну часть семян тыквы и четыре части воды. Если вы берете семена тыквы в кожуре, то тогда, значит, воды надо будет больше немного. То есть можно взять один к шести, вот так вот, да, частей. То есть если у меня здесь 100 грамм сухих семян я замочила на ночь, обязательно надо замочить, чтобы прошел процесс их, да, чтобы все усваивалось лучше, то 400 грамм воды нам понадобится. Все, что мы делаем. И еще важное, 400 грамм воды, но вода должна быть холодной. То есть если вы делаете молоко из орехов, да, ну, то есть растительное молоко, то когда мы смалываем все, то у нас образуется, то есть такой процесс брожения. Потому что когда мы смалываем, нагревается и такой запускается процесс брожения. Поэтому прям ледяная вода, и она как раз вот будет в процессе. То есть если вы делаете прям на один раз и выпили, и все, и пошли, и забыли, да, то можно взять любую воду комнатной температуры. Но если вы делаете как бы на несколько раз, очень важно взять холодную воду, чтобы не запустился процесс брожения. Засыпаем просто, засыпаем наше. Да, еще для того, чтобы сделать молоко из тыквенных семечек, нам нужно будет или марля, сито, или вот такая вот штучка, вот она продается вот такая вот. Сейчас я открою ее в открытом виде, я ее пользуюсь. Она называется мешочек для, по-моему, для растительного молока, также для... То есть мешочек, ну, как бы в нем. В нем очень удобно делать. Если вы будете делать постоянно, приобретите, она очень, как бы, промывается, хорошо сушится, и, ну, то есть меньше, как бы, проблем, что ли, получается. Берем 400 миллилитров воды. Я, если я делаю на один раз, то я беру 50 грамм сухих тыквенных семечек и 200 грамм воды. Вот так вот у меня замачивает, обязательно замачиваю. Все. Как бы такое дополнение. Не наливайте всю воду сразу, проблендерите. Это мое слово ключевое. Взбейте в блендере немножко с водой, и потом, добавляя, взбейте его полностью. Если у вас супер-блендер какой-то, то мощный, то можете сразу налить и просто взбить. Взбили мы часть, да, с водой. Теперь доливаем всю воду и взбиваем просто все, что нам надо. Все, что нам надо, мы просто сливаем в наш ситечек, в наш мешочек. Поэтому вот удобно. А если нет мешочка, то берем ситечко и марлю. Смотрите, чем удобно. Видите, просто вот молоко сразу готово у нас. Теперь все, что нам надо, это просто соединить молоко вместе. Сейчас будем взбивать вместе с тыквой. Остается вот такой жмых. Его можно добавить в печеньки и сделать какой-то соус. Сейчас мы будем готовить. Соединяем теперь все, что мы делаем. Соединяем. Молочко выливаем в стакан молока. Не надо больше одного стакана пить. Даже самое хорошее средство, если съесть много, может пойти. Смотрите, если вы будете много есть тыквенного молока и семечек, и если у вас проблемы с желчным, то пойдут тоже, могут быть проблемы, боли, рези. Поэтому будьте аккуратными. Я не даю вам такие рецепты, которые повредят вашему здоровью. Они очень мягкие. Но все равно не надо их пить много. То есть стакан два раза в неделю вам будет достаточно. Ну, как бы, если вы хотите прям чиститься, то это курс. Но это тоже надо со специалистом понимать свое здоровье. Какие у вас есть внутренние. Если у вас проблемы с желчным, это одно. Если проблемы с печенью, это другое. Но чаще всего, если есть с печенью, значит и с желчным. Если у вас сколиты, гастриты, это третье. Все это надо понимать. Поджелудочное, сахарный диабет. То есть понимаете. И вообще тыквенные семечки, они помогают. Все просто соединяем, кладем тыкву. У меня здесь 100 грамм тыквы на 200 грамм молока. То есть улучшается такое смузи, улучшает волосы, рост волос, да, вообще. Ногти, как бы иммунную систему восстанавливает. И также снижает сахар в крови, помогая с инсулинорезидентностью. То есть это очень классно. Я люблю очень с корицей, честно. Я люблю с корицей. И добавляю всегда чуть-чуть корицы, чуть-чуть имбиря, прям чуть-чуть, чтобы такой вот прям он разогнал нам как бы пищеварение. И добавляю чуть-чуть куркумы. Куркума – это, вы знаете, растительный антибиотик, который прям чуть-чуть, вот прям на кончике. Не надо тоже много. Он будет цвет даст красивый. И он чистит кровь. То есть у нас еще и с кровью мы прям сразу же сделаем. Если любите сладкое, то есть положили без косточки два финика, и у вас будет вкусненький, еще сладкий вкус. Я без всего пробую. Просто взбиваем, и у нас получается классная смузи. Давайте. Мы взбили наши смузи. И просто берем баночку, я вот уже начала переливать, и переливаем через ситечко, потому что здесь есть такая густота. Если вы любите сгущий, да, то, пожалуйста, пейте. Это классно. Это очень сильно наполняет такой смузи. Мало того, что полезно, оно наполнит вас с утра, если вы выпьете на несколько часов, спокойно может наполнить вас. Ну, вот я, честно, не любительница. Я прям люблю такое жиденькое его. А из этого я могу приготовить оладушки. Такие полезные соединить вот именно остатки жмыха от тыквенных семечек. Остатки жмыха от тыквы. И вместе с льняным семенем сделать такие классные и вафли. И, ну, то есть он, конечно же, не будет... То есть вот все самое полезное у нас осталось здесь. Но это все равно там есть польза. Лучше, чем мы покупаем где-то. Она все равно остается. Вот иногда я так балуюсь, я тоже делаю из них или печеньки, или какие-то оладушки, ну, кексики, что угодно. В принципе, вот все. У нас получился вот такой стаканчик. Классный. Здесь стакан получается. Желтенький, приятный такой в осенне. Тем более день, выпить утро, в осенне. Очень ароматный. Здесь свежесть тыквы в сочетании с корицей, имбирем. И если вы получите финики, он еще будет сладенький. То есть это будет вкусно вам, полезно. И наполнит вас аминокислотами, очистит ваш организм и даст вам подрость на весь день. Так что ставим лайки, подписываемся. Если вы хотите узнавать больше о вегетарианстве, о том, как можно питаться вкусно, кайф для себя и оставаться наполненным и молодым в течение всей жизни. Пока-пока, до встречи.